так шо у нас дальше один твиттерский деятель не оценил образ элой из второй части хорайзен якобы слишком толстая некрасивая поэтому взял и перерисовал ее давай мурим спасибо тебе спасибо за новую платную подписку косметики от письку и не пришли донаты а да а блядь ну обидно чё дэдбой а р пассивки за вот эту переподписку и предыдущий перепад и даже немного ботокса видимо где-то в постапокалиптических степях должен был сохраниться робот-парикмахер которого и поймала в капкан заставила наводить красоту в конце твитов хорни фотошопер приписал теперь уже легендарную фразу нанимайте фанатов лол которая стала слоганом целого флешмоба твиттерские пародируют оригинальный пост и исправляют здесь кавычки но вы их не видите внешность известных персонажей досталось и саму с из метроида и turbo свину дрейку сквидварду и даже кирби надо бы кстати доработать маманю из объяснялкиных о другое дело попутно в интернете перерисовали девушку думера превратив ее в классическую анимешную либо стоп это же официальная виртуальная ассистентка samsung саманта точнее почти официальный перед вами слитые концепт-арты нового маскота телефонной корпорации по крайней мере никаких заявлений и опровержений пока не было samsung вайфу мгновенно сместила леди димитреску с пьедестала сборщика слюней со всего опять александр донатит 120 рублей чё за хуйня то маленькая легенда то александр блядь то колоприемник ёб твою мать хотя в чём разница между александр бала приемником ой привет а вот ииски будут вот опять колоприемник спасибо спасибо интернета показывать не будем но вы прекрасно понимаете как именно она завирусилась пока непонятно фейк ли это или прокол со стороны разработчиков саманта или же samsung поняли силу интернет вайфу и решили хайпануть заранее правда отхватили критики за нереалистичную сексуализацию кого блять нереалистичная что блять сексуализация ясно опять у фемок сгорела жопа блять что слишком красивая девушка на фоне нас что же такое нет это надо запретить убрать удалить изменить у изуродовать все надо изуродовать сразу блять все шо вокруг красиво надо превратить в некрасивый вопросов нереалистичной сексуализации так это кевин смит который показал первые кадры продолжение повелителей вселенной химен все так же щегляет мускулами в битвах с не менее бодибилдерным скелетором причем накачанный тут не только главные герои а все включая ну а кто за это борется то блять кто кто ну разве это не феминизм как-то тогда называется что опять не так то блять кто кто я 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 яبо б 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 б? животных и даже деревья похожие экономика королевства из мультсериала дерз на спортивных залах наборомablabla властилина вселенной откровение выйдет на нетфликсе 23 июля кевин Смит станет шоуранером, а скилл... Красиво и сексуализация, это разное. Ну, а в чём здесь тогда сексуализация? Азиация, блять, проявляется. Просто какая-то аниметян. Ни жопы, ни сиськи не показывает. Просто, типа, и всё. Но ведь доебались, ведь доебались же, правильно? Как бы, а в чём там проблема тогда? А-ни? Вам понравилось. Дайте посмотреть видео, блять. Сериал будет предназначен для повзрослевших фанатов Химена. Рисуют его аниматоры кровавые, очень кровавые, Кастловани. Ты должен быть Белморк. А попутно на горизонте появились кандидаты на должность... Так, блять! Чё началось? То, что таких в реальности нету. В смысле, нет таких в реальности. Я видел таких в реальности. Как-то нет-то, блять. Всё есть. То, что вы не видите в зеркало, не означает, что нет таких в реальности, блять. Вы что? На планете 7 миллиардов людей. Вы думаете, нет таких похожих, что ли? Алло, блять. Уничтожил! Урыл! Как 7 тысяч людей? Ну, блять, среди 7 тысяч тоже найдётся что-то похожее на такое, блять. Алло. Каждый сотый такой. А, это стандартно. Она ничем не отличается от большинства. Ну. Так. Так. Так, и чё? Так, блять, давайте не будем обижать людей. Чё вы сразу начинаете? Фемки и прочее. Феминизм я одобряю. В первую очередь, хочу сказать. Одобряю. Феминизм я одобряю. Вот. И адекватных сторонников феминизма я тоже одобряю, как бы приветствую. Не надо вот это вот сейчас тут. Так, где вода, блять? Сразу всех посылать куда-то? Ну, типа, не все же такие неадекватные. О, блять. Гасу, гасу. Ты начал обзываться, блять. Не, ну я, как бы это... Я, во-первых, не обзывался. Я чё сказал? Я кого-то оскорбил? Нет. Я вообще ничего не сказал такого оскорбительного. Вот. И то, что я говорю, не относится ко всем феминисткам или так далее. Понимаете? Так что не надо мне тут... Это вы почему-то сразу оскорбляетесь? Даже когда не было оскорблений, почему-то оскорбляются. Ну, вот это вот, кстати, тоже очень забавная хуйня. Которая происходит уже очень давно в интернете. Делина вселенных. Речет и Кланг из новой игры от Sony. Оскорбинка. Я люблю серию игр Речет и Кланг ещё со времён второй PlayStation, когда Речет и Гладиатор шёл бандлом с консолью. И новая часть сквозь миры это огромный шаг вперёд для всей франшизы, как и, в принципе, большой повод обзавестись PlayStation 5, для которой эта игра является эксклюзивом. Это зрелищный приключенческий AAA боевик с элементами платформера и шутеров в стильных и ярких дизайнах. Трендовая нынче тема с параллельными... Похуй на эту хуйню. ...на аукционе eBay за почти 100... ...узнать в описании к ролику. Совсем недавно на аукционе eBay за почти 100 тысяч долларов или 7,2 миллиона рублей продали наггетс в форме космонавта из Among Us, которого... ...нашли в специальном обеде коллаборации Макдональдса и BTS. Значит, где-то должно быть ещё 6 таких наггетсов, чтобы можно было собрать их все и сказать, вот они, слева направо. Продавец пообещал, что купленный наггетс доедет до своего нового хозяина до истечения срока годности, но что-то подсказывает, что тот не будет его есть, а поставит на полочку на память или, может, даже перепродаст подороже, пока хайп ещё не утих. Но вообще для таких штук уже пора открывать отдельно. Нет, чё, подождите, настоящий наггетс съедобный продали за 7 лямов за 100 тысяч долларов? Прикиньте, это, блядь, квартира, ну, не в самом центре Москвы, чтобы вы понимали. А потом вы мне ещё что-то предъявляете. О, блядь, айфон ломает, ну и чё, блядь. А кто-то наггетс купил за 7 лямов. Так, в мире 5676 человек. Когда твой онлайн меняется, ты видишь, как жизнь появляется и угасает. С каждым перезапуском стрима мир начинает существование заново. Чем дольше он идёт, тем большего люди достигают. Потому на Марс ещё не улетели, стримы, блядь, быстро заканчиваются. Ааа, да, хуя. А почему тогда, когда я, ну, вырубаю стрим, а потом, ну, как бы подрубаю, почему тогда биткоин остаётся прежним, типа, ну, не падает, почему? Он же должен тогда заново тоже начинать, там, ну, набирать свои эти суммы, блядь. Начинать, там, не знаю, с доллара, потом 5, 5, там, 30 тысяч, 60 тысяч. А, по рофлу, блядь, нихуя. То есть весь мир существует, пока я стримлю, а биткоин по рофлу. Ну, понятно. Офигеть, через тысячу лет. Примерно так. Приветик. Я так понимаю, маленькая легенда, проблема с памятью. Как это называется, да, там, вот этот, кратковременная память у него, как бы, скажем так, отсутствует. Он задонатил, поприветствовал, забыл. Через 5 минут опять. Склероз, деменция. Тут, мне кажется, всё вместе, блядь. Вот. Потом опять забыл, задонатил, забыл, задонатил, забыл. В принципе, так можно бесконечно стримить, устроить марафон 24 часа. И, учитывая, что он донатит каждые где-то примерно 7 минут, я заработаю за 24 часа. Ну, нормально так. Малый ковш, спасибо тебе большое. Так же, как герои вселенной Марвел наверняка офигевают от внезапного появления вечных. Дисней решили познакомить зрителей с создателями всего-всего, вечными. Группой сверхлюдей с какими-то там способностями. Из первого трейлера, если вы не фанат комиксов, понятно, ровным счётом ничего. То сразу видно сильнейший каст фильма во главе с Анжелиной Терри и ещё двумя братишками из Игры Престолов. Вечные тысячелетиями прятались на земле, но потом появились они, девианты, их злобные родственники. Так что ожидаем по классике семейные тёрки под музыку для драки с братом. Но поговорим о другой классике. Идалт своим решил гульнуть на полную и запустил в производство сразу три полнометражки по алдовым мультам. Свежие ягоды-вспоминашки достанутся фанатам Аква Тин Хангер Форс, Братьев Вентуры и Металла Апокалипсиса. Первые узнают продолжение истории Тевтели, Фрая и Шейка, вторые положат новое безумное изобретение Дока, а третьи лицезряют возвращение смертоносной звезды рока из полнометражной рок-оперы про Дев Клок. Если вы ничего из этого не поняли, то упустили целый пласт анимации Великого Идалт с Вым, а если поняли, то сейчас истекаете слюнями ностальгии, потому что возвращение этих бутов пришлось ждать слишком долго. Представьте, что вот Рик и Морти закончатся году в 2113-м, а потом лет через 20 и Далт Свимс похватиться и сделать полнометражку или даже спин-офф про тех же Виндикаторов. А, нет, погодите, они уже! Типа крутые супергерои, которых Рик размесил за одну ночь, получат собственный мультсериал в 2022-м году. Правда, Рик настолько хорош, что в спин-оффе не будет ни его, ни Морти, что логично, иначе на их фоне на Виндикаторах был бы всем пофигу. Зато Рик настолько хорош, что забрался в новый сезон Фортнайт, да и Морти просто молоток, тоже не отстаёт. Ну, а Виндикаторов должно хватить серий на 10. Фангуем, что Эдалт Свим собрались ещё сильнее высмеять киновселенную Марвел, а то одной серии самого популярного мульта на планете... Бля, я уже даже немного начинаю жалеть, что я не интересуюсь ни комиксами, ни Марвелом, блядь, ни этими мультиками, вообще ничем. То, о чём он сейчас тут говорит, вообще похуй. Ну, реально. Может быть, начать стоит, ну, стоит начать, точнее, начать стоит попробовать, стоит начать попробовать. А то я соблю, тут прям целая вселенная. ...оказалось недостаточно. Ждём вышедшего из-под контроля Нуб-Нуба, который из-за обидок... Ой, бать, у меня такое же лицо, блядь. Один глаз здесь, другой здесь. Если присмотреться. ...сдал собственную вселенную со своими Виндикаторами, то Grow Old In. Непонятно, кто станет суперзлодеем в новом мульте, но есть один претендент. Трёхлетняя девочка из США, которая заказала на день рождения торт со сцены из Короля Льва. Есть идея, с какой именно сценой? Может, у неё диктаторские наклонности, она заказала шрама с гиенами? Или, может, растёт новое поколение готов, и девочка захотела слад... Покажи. А что, не видишь? ...кладбище мамонтов? Нет, всё намного хуже. Злодейка попросила воспроизвести на торте сцену смерти Муфасы. Батя, снюхай тебя. Её коварный план в том, что тогда все гости будут слишком грустные, чтобы есть топ... Ебать, а чё он такой пухлый? Он как будто наелся и спит. Блядь. Ой, блядь. Ебать, пузо набил, блядь. Чисто тупо чилит, да, хуй. Размазала, блядь, пельмени. И он целиком достанется ей. А, стоп, это же как этот нам рассказывал. Топлис. Он просто уже давно лежит, и труп набух. А пух, скажем так. Когда все гости будут слишком грустные, чтобы есть торт. И он целиком достанется ей. Деведро, спасибо большое тебе за новую платную подписку. Не показывать ей лайв-экшн адаптацию, а то следующий торт с реальным трупом льва может довести гостей вечеринки до инфаркта. К счастью, без инфарктов обошёлся долгожданный реюнион друзей. Исполнители главных ролей собрались и принялись усердно вспоминать былые времена. Картина после выхода спецэпизода получилась неоднозначная. С одной стороны, толпы фанатов, истекающие слезами ностальгии и радости, а с другой, негодующие, как вообще можно было сделать что-то настолько безвкусное. В реюнион зачем-то запихнули целый букет разных звёзд. Например, BTS залетели на полминутки просто сказать, как любят друзей. We're our friends! Дженнифи Реннистон и Дэвид Швиммер зачем-то рассказали, что вкрашились друг к другу в начале съёмок, а часть маркетинга вообще умалчивала, что это не сюжетное продолжение сериала. Сложно придумать более явную попытку захапать деньжищ. Надо было ещё сделать рекламу Симпл Димплов от друзей заодно. Бабло потекло барикой. Симпл Димпл Димпл Димпл. Бля, старики решили заработать денег на старый след. Не знаю, отложить на гроб и чё. Нет, попытка круче. Но фанаты вроде и правда искренне порадовались, так что спасибо и на этом. Друзья далеко не единственное старьё, которое откопали на карантине для заработка. В США началась острая нехватка коллекционных карточек с покемонами, потому что они сейчас списк финансовой моды в США. Началось всё как раз из-за изоляции. Люди сидели по домам и от скуки начали откапывать старые хобби. Находили карточки и выставляли их на всякие там ebay. Я вот всё думаю, может быть это, как-нибудь постримить, собственно говоря, вот эти вот штуки, короче, как они там называются-то. Стираешь, стираешь, стираешь эту хуйню, там бац, миллион рублей выпадает потом. Вторую карточку, стираешь, стираешь, стираешь эти цифры. Хуяк там, ещё что-нибудь. Лотерея, вот точно, лотерея. Закупиться там пачкой лотереи и потереть всё это. Вот. Может быть реально чё-то там, лямчик другой. Да понятное дело, что хуйня, лохатурные прочие. На фоне продаж старых картонок с покемонами за сотни тысяч долларов, спекулянты и те, кто уже прогулял личные склады с затерянными PS5, понеслись в магазин и скупать бустеры. Дошло до того, что даже в Макдональдсе не хватает специальных карточек, выпущенных к 25-летию франшизы. Супермаркеты отказываются продавать бустеры, чтобы избежать давок. Как на чёрную пятницу, истинные коллекционеры негодуют, а официальные аккаунты покемонов заявляют, что в курсе нехватки и собираются выпустить ещё. Это примерно как безумие с туалетной бумагой в начале карантина, только в отличие от неё, карточками готовы подтираться только перекупщики. На самом деле, надо срочно вкладываться в другие коллекционные карточки, потому что HBO Max заказал мультсериал Garbage Pail Kids. В России про них мало кто слышал. Это американская культовая серия коллекционных стикеров из конца 80-х. На них изображены дети, наделённые всякими способностями, где-то на границе между мясистостью Happy Tree Friends и вульгарностью Рена и Стимпи. Кто-то постоянно чем-то блевал, кто-то вонял отходами, кто-то жил в кислоте, а самым крутым пацаном был Адам Бомб. Ну нихуя. Тогда детишки из мусорного бака были настолько популярны, что их даже запретили в некоторых школах. Закончил, закончил. У людей тогда в животе образуются всякие гадости, там, глисты в мозгу и так далее и тому подобное. А где... А, вот. К концу десятилетия были выпущены мультсериал, который из-за неоднозначных... Мы с индука так и не досмотрели, блядь. ...и даже не стали показывать на его родине. И лайв-экшен, который выглядел, мягко говоря... ...пугающе. Что ж, на сегодня Зетсо, фокс. Поддержите труды лайком и подписочкой. Вот и досмотрели, блядь. Твинксис?